Добрый день! С вами в студии Юлия Чуварова и Никита Шляхов. Начнем нашу информационно-опознавательную и культурно-развлекательную программу Гравит Сапу с нашей постоянной рубрики «Почему». Никит, а сколько денег тебе нужно для счастья? Ну, мне кажется, деньги, они не очень связаны со счастьем. Посмотрим, совпадает ли мнение ростовчан с твоим. Из нашего репортажа узнаем, что горожане ответили нашему корреспонденту. Не в деньгах счастье. Соответствует ли эта поговорка действительности или это любимая поговорка для ленивых? Нет, ну, конечно, без денег тяжело жить в наше время, но это не самое главное, я думаю. Спасибо. Сколько денег надо для счастья? Ну, наверное, для счастья не обязательно деньги иметь. Можно быть и без денег счастливой, и с деньгами несчастной. Спасибо. Спасибо. Юля, а у тебя есть планшет? Нет, у меня ноутбук. В нашей рубрике «Зачем?» мы познакомимся с устройством, которое совмещает все функции и планшета, и ноутбука. Интересно, что же это? Зачем? Друзья, я сегодня вам хочу рассказать про наше замечательное устройство, которое мы производим. Первое, мое любимое устройство – это планшет Microsoft Surface. Вот такая классная штука под управлением Windows, с живыми плитками, с интересными очень программами. Устройство в очень тонком, компактном корпусе из магниевого сплава, то есть оно очень крепкое, надежное. Оно снабжено вот такой вот отстегивающейся клавиатурой, то есть вы легким движением руки можете превратить его либо в планшет, с которым работать, либо, собственно говоря, ноутбук, за которым вы можете работать, создавать какие-то программы, приложения и писать и так далее. Кроме того, у меня есть замечательный планшет от компании Lenovo. Он еще более легкий, еще более тонкий и также под управлением Windows 8. Нет, что-то тоньше этой клавиатуры. Нет, что-то тоньше этой клавиатуры я никогда в жизни не видел. Это устройство также работает под управлением операционной системой Windows 8. Абсолютно так же мы входим сюда и здесь видим тот же самый плиточный интерфейс, на котором в режиме реального времени обновляется информация. Например, рисовалка Fresh Paint, где вы можете легко рисовать своим пальцем. Попробуйте. Илон, смотри, у нас есть приложение не только для того, чтобы развлекаться, но еще и можно творчески проводить время. Рисовалка Fresh Paint. Попробуй. Да, действительно, очень удобно, даже удобнее, чем на компьютерах. Благодаря сенсорному дисплею высокого разрешения ты можешь рисовать все, что угодно. Благодаря технологиям компании Microsoft вы можете не только на них развлекаться, но также и работать. У нас уже есть предустановленный офисный пакет. Здесь есть наша программа Microsoft Word, в которой вы можете создавать документы, редактировать, писать какой-то текст. Есть приложение для того, чтобы создавать интересные, красивые, яркие презентации Microsoft PowerPoint. Никит, смотри, я во всем разобралась. Интерфейс, похожий на тот, что есть и на компьютерах. Это позволяет в привычной обстановке работать с теми же приложениями. Вот самое главное, то, что здесь есть все те же приложения, что и у нас на стандартном компьютере и на ноутбуке. Итак, в рубрике «Зачем» мы опять определились, что это за устройство. Оказалось, что этот планшет очень удобен в своем использовании, и в нем его очень приятно брать в руки. А сейчас давайте встречать нашего гостя. Сегодня мы познакомимся с Алексеем Стратоновичем Боровиком. Он директор информационного центра по атомной энергии. С ним беседует Катя Кравченко. Кто? Добрый день, Алексей Стратонович. Добрый день. Сегодня у нас в гостях директор информационного центра по атомной энергии. Расскажите, пожалуйста, о своем центре. В феврале следующего года исполнится 4 года, как наш центр начал работу в Ростове на базе Донского государственного технического университета. Это проект госкорпорации «Росатом». Основная задача и цель, которая стоит перед нами, это воспитывать в молодом поколении интерес к естественным наукам, интерес к современной науке и технике, чтобы молодежь шла не только в экономические специальности, становились юристами, но и хотели стать квалифицированными инженерами. За это время, за неполные 4 года, почти 100 тысяч посетителей побывали в нашем центре. Это в основном школьники 5-11 классов. Я думаю, что где-то в марте следующего года у нас будет своеобразный юбилей, 100-тысячный посетитель придет к нам в центр, и мы, конечно, это событие отметим и наградим 100-тысячного посетителя подарком. В нашем арсенале имеется 7 базовых программ, сделанных в 3D-анимации, показывающиеся на большом панорамном экране. Наши посетители, зрители сидят за столами, оборудованными мониторами и пультом управления, специальной консолью. Это позволяет им участвовать в викторинах, в играх, которые обязательно проходят в процессе вот этих вот 7 познавательных программ. Я не сказал, что эти программы посвящены таким направлениям, как освоение космоса, рассказывают об устройстве нашей планеты, Земля, рассказывают о использовании энергии атома в мирных целях, в различных народно-хозяйственных задачах, рассказывают о ледокольном флоте, рассказывают об обращении с опасными радиоактивными отходами. Есть чисто такие развлекательные программы. Это путешествия по городам мира, начиная от Санкт-Петербурга и кончая Нью-Йорком и Шанхаем. Есть программы путешествия по историческим местам Петрограда и Петербурга. Вы видите, какой широкий спектр познавательных программ, имеющихся в нашем центре. И не могу не сказать еще об одном проекте. Это начавшая работать в этом учебном году секция Донской Академии наук юных исследователей. Эта секция называется «Атомная наука и техника». Она проходит на базе нашего информационного центра. Состоялось уже три занятия участников этой секции. Читали лекции и сотрудники физического факультета Южного федерального университета, и сотрудники Ростовской атомной станции, которые рассказывали, заинтересовывали детей этой очень сложной, практически необъятной темой. Надо сказать, что в арсенале технических средств, которые есть у ученых, например, Южного федерального университета, достаточно точные приборы и оборудование, которые, безусловно, позволили бы определить любой выброс с атомной станции, любой выброс радиоактивности. За все время работы атомной станции никакого выброса радиоактивности не происходило. Спасибо за интересное интервью и полезную информацию. Приходите к нам, ждем вас у себя в гостях. Спасибо. Никита, наш выпуск подошел к концу. Пора прощаться со зрителями. Чтобы включить новую реальность, включайте нашу программу. И помните, все, что можно овладить с помощью денег, обходится дешево. Ваши пожелания и вопросы отправляйте нам по адресу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова